Приветствую вас, мои дорогие друзья, на канале PlayItHome. Мы с вами продолжаем прохождение Anno 1800. Это режим компании и 21 серия. Сегодня у нас с вами будет очень интересный момент, и мы будем строить сегодня с вами железную дорогу и поезда. Смотри, аж мужик даже заскакал, короче, от радости, как это все услышал. Хотя, если честно, по-моему, он не от этого заскакал, а под тем, что он ушел в алкогольное забведение. Ладно, погнали строить дорогу. Значит, как мы ее будем с вами тянуть? Во-первых, у нас есть точка А и есть точка Б, то есть место, откуда мы загружаем, и место, куда мы это все дело будем выгружать. У нас здесь, конечно, декорная трава, очень все это плотненько, не хочу ничего сносить. Сделаем первую дорогу как можно короче, то есть без всяких обходов и дополнительных затрат. Все остальное, конечно, мы уже будем... Ну, отлично. Будем как-то это все дело пытаться обойти. Значит, начинаем. Первое, что потребуется нам, конечно же, это сами пути. Мы выбираем их и начинаем их вот так вот... А, стоп, здесь мы их не начинаем. Здесь нам кое-что мешает. Это мы с вами убираем. Берем путь и, соответственно, начинаем его... Так, а как мы его потянем-то? У нас здесь дам через рынки... А, нет, слушай, ну это фигня здесь его тянуть, да? Конечно. А здесь двойной он не может проскочить. Он только может одинарную дорогу обойти. Смотри, а, какой момент у нас. Теоретически, теоретически. Здесь бы это смотрелось, кстати, очень круто. Тем более, у нас здесь индастриал. Такой плотненький. А, либо, смотри, мы можем вот сюда его вывести и вдоль этой дороги прямо повести вот так. Правильно? Ну, иначе там форма какая-то получится. Смотри. Тут это прямо как-то даже некрасиво будет. Абсолютно так, как бы, смотри, у нас... А вот здесь вообще классно пройдет, смотри. Либо даже, наверное, на той стороне сразу это сделать. Чтобы было меньше переходов. Да. Давай так и сделаем, наверное. Значит, мы ее, наверное, доведем вот до нашей лесопилки. Вот до сюда. Правильно? Здесь мы ее вот так обходим. У нас получается, ну, как будто бы... Хотя, знаешь, как мы сделаем? Мы сделаем еще круче. Мы сделаем еще круче. Это сделаем вот таким образом. Смотри. Вот здесь мы продлеваем, как будто бы здесь танцы. У нас находится, да, дополнительная для загрузки. А дальше вот так мы как раз к ее проводим. До сюда. И отсюда мы ее ведем прямо вдоль дороги. И доводим ее докуда? До сюда. Сделает очень много, на самом деле. Сразу у нас же наших железных балок. У меня тут, кстати, небольшое количество кораблей готовится. Я хочу тут бабулю слегка потеснить. Готовь с Настей. Ой, это нормальный корабль, это не тот. Сори, сори, сори. Возвращайся. Обратно. Да, да, да. Извини, мужика закрутила, завертела. Так. Первую часть мы с вами проложили. Очень даже, кстати, неплохо она у нас здесь зашла. Дальше. Дальше, дальше. Дальше она отсюда у нас выходит. Куда идет? Здесь у нас с вами парк и фабрика. Давай, наверное, мы сделаем следующим образом. Около вот этой станции. Ой, около, не станции, как она называется. Около этого склада. Сделаем якобы, опять же таки, станцию. Вот такую вот, да. И сделаем еще... Я знаю, что вам это не нравится, но якобы здесь мы сделаем... Хм. Да. Вот такой, типа, декор. Небольшой. Для того, чтобы придать, ну, либо склад, либо какая-то, знаете, небольшая остановка. Как-то забором это все-таки должно быть прикрыто. Вот. Дальше мы выбираем... Конечно, здесь не хватает декора именно вот такого, знаете, технического, да. То есть не только вот именно для украшения, но может быть каких-то столбов там, всего остального. Так, дальше. Где наши пути? Вот они у нас. Мы их, получается, сейчас перекидываем вот сюда. И прямо так впритык мы ее пытаемся сейчас пропустить. Проходит? Слушай. На ваш остров напали. Шикарно проходит. На какой остров? Кто-то нас отвлекает. На эту фигню. Наверное, мы эти острова вообще не упали. У нас здесь все хорошо, и линкор стоит здесь охраняет. У нас здесь все прям... Замечательно. Вот просто замечательно. А здесь вообще эскадра стоит. Вообще, ну, пофиг. В фиг, кто проскочит. Ну, а сейчас те корабли, которые у бабки остались, явно здесь они не пройдут. Вопрос времени. А, кстати, слушай, а мы можем сейчас что-нибудь сделать? Можем. Давай поставим еще один на производство. Дальше. Вот отвлекаю, да? Вот отвлекает. Ну, это игра, ребята. Тут эта часть, поэтому... По-другому никак. Значит, здесь у нас лесопилка. Давай мы пропускаем его мимо. Любовь убивает нас. Вот так вот делаем. И она у нас идет с вами куда? Прямо до сюда. Правильно? Конечно же. Да. Никто не хочет, чтобы вы теряли остров. Можно было напрямую, но здесь как раз-таки у нас очень... Это будет смотреться классно. Реально будет смотреться классно. Есть даже идеи, знаете, какие? Смотрите. Вот так мы можем делать. Вот так мы это сделаем. Вот так. Это небольшие, якобы такие... Блин, в натуре. Смотри, как будет круто смотреться. Небольшая остановка. Якобы небольшая остановочка здесь у нас находится. Аналогично мы можем точно так же сделать. Делаем, предположим, вот тут. Нет, это что-то близко совсем, да? Давай вот здесь мы ее сделаем вот так вот. Раз, два. Даже побольше ее добавим. И здесь обычная тропинка. Ну, чисто для людей. Хотя прекрасно понимаю, что здесь люди у нас останавливаться не будут. Но вдруг, да? Ну, просто вдруг. Нам нужен этот декор. Он просто необходим. Дальше берем дорогу. И протягиваем ее. А вот здесь вопрос. А вот здесь вопрос. Здесь нам кое-что будет мешать. Хм. Вопросы интересные. Как нам тебя пропустить здесь? Вот здесь, теоретически, ты можешь проскочить. Прямо мимо... Прямо мимо лесопарка. Так, стоп. А если мы тебя выгнесем отсюда и уберем досюда? Ну, ладно. Это мы по-любому пока отсюда догоняем. А дальше, 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 дальше надо продумать. В идеале, конечно, отсюда взять... Кто это у нас? Парусная фабрика. Слушай, а если мы ее просто отсюда перенесем? Мы отсюда ее перенесем. На соседнюю сторону, да? Она нам просто здесь сейчас очень сильно мешает. Где у нас паруса делается? Паруса у нас делается вот. И вот парусная фабрика. Отлично. Прямо здесь мы тебя и расположим. Вот таким вот уголком. Дальше берем... Продолжаем строить нашу железную дорогу досюда. Ой, нет, это не то. Надо продлевать. Вот так вот. Здесь она как раз-таки мимо склада проходит. Слушай, классно. Реально классно. Вот это круто получается. Мне чертовски нравится. Мне реально очень это нравится. Это мы убираем. Это мы тоже убираем. И здесь делаем обычную дорогу. Во. Можно будет даже добавить... О, ребята, вообще такая идея просто сумасшедшая. Смотрите. Смотрите, что мы можем сделать. Мы можем взять вот эти будки и представить, как будто там продаются билеты. А? А? Ход конем. Ты смотри. Просто классно. Там будет стоять на стороне парнишки и продавать как раз-таки... На отправку билеты. Так. Здесь билет тоже должен где-то быть. Но он будет, предположим, находиться вот здесь. И... Все, наверное, да? Ну, здесь остановок нету. Вот здесь остановка у нас тоже... Ну, такая вся. Нет, здесь без остановки. Мы будем ставить, кстати, остановки только там, где... Только там, где... Есть у нас с вами как раз-таки вот такие небольшие островки. Ну, круто же, да? Реально круто. Правда, здесь очень близко, но все же. Все, продолжаем. Там, наверное, сейчас скажете, серый, давай... Че ты тянешь? А я тяну линию. Вот что я вам скажу. Я тяну пути. Здесь мы сделаем вот таким вот образом. И вот так вот. Это что-то не выкашивается. Вот. И вот так вот. Правильно. Только единственное, что правый двигатель нам потребуется или нет. Ну, скорее всего... Не знаю, сейчас посмотрим. В общем, ладно. Вот так, вот так. И вот так вот туда. Вуаля! Все, мы запитали. Че, круто? По-моему, да. По-моему, реально очень-очень круто. А где поезд вообще? Есть поезда, нет? Так, склад перегружен. Че-то ему не хватает. Так, поблизости нет склада. Склад заполнен. Ну, склад же есть там. Так, непонятно тогда мне. Хотя нет, мне все понятно. Смотри. Идет заполнение продукции. Вот, видишь, у нас логотип загорелся. То есть, сейчас что-то загружается у нас. Ну-ка, давай-ка мы ускорим этот процесс чуть-чуть. У нас просто... Я никогда не понимаю. Либо нам потребуется сделать паровые двигатели, для того, чтобы сюда паровоз загрузить. Но как тогда их на рельсе вводить? Я просто был уверен, что просто из точки А в точку Б он будет отгружать. Так же, как ты сделал... Да ладно, да ладно, да ладно, смотри. Он выехал у нас, получается, из той гавани. Офигенно. Просто круто. Наш первый, блин, паровоз. Охрененский. Просто охрененский. Да, это просто работает по принципу, как у нас и склады, да? Там тележки сами по себе появляются. То есть, у нас, получается, паровые двигатели будут работать в чем-то другом. Ну-ка, где там у нас наш первый паровоз? Загрузился он там? Нет еще? Ну-ка, давай ускорим. Давай-давай-давай-давай. Смотри. Охренеть состав. Охренеть. И все это у нас в нашем с вами городе. Все на одном с вами острове. Очень круто. Все такие стоят, смотрят, грузят, пропускают. Поезд просто шикарно идет. Просто шикарно. И отлично вписывается, кстати, как мы дорогу проложили. Не хватает рабочей силы. Ты посмотри. Так вот сесть бы на него и просто за ним наблюдать. Не хватает рабочей силы. А что он везет, кстати, у нас сколько количества? 200. Он везет у нас 200 единиц нефти. С того склада, получается, делают перевозку. Но только одного не понял. Он, получается, будет курсировать туда-обратно у нас, да? То есть, с одного места забирает, другое место просто отвозит. Классно. Классно. Реально классно. Он почти уже приехал. Здесь бы он еще остановочку бы сделал. Или как в игре машинки. Помните? Там можно разные вагоны цеплять. Там пассажирский, там почтовый какой-нибудь еще. Это было бы круто. А люди как? Смотри, люди разбежались. Просто взяли такие с пути свои... А, вот лошади насрать. Жалко. И все, они ушли у нас туда вниз. Круто, ребята. Не, ну это лайк. Это просто однозначно лайк. Не мне, это просто лайк игре. Просто огромный большой жирный лайк. Все, ну видишь, отвез. И у нас, получается, на складе 200 единиц должно быть, да? Да, так и лежит у нас 200 штук здесь. А влезай, кстати, сколько суммарно у нас? 900. Ну, если что, это все можно дальше расширять. А что, кстати, здесь все встало? А, ну у нас здесь... В смысле? Склад заполнен. А, у нас еще песка вообще переизбыток. Да, его даже никто не покупает, блин. Вот беда, смотри, да, какая у нас. А если мы вот так сделаем чуть-чуть? Ну, еще чуть-чуть. Получится? Да, ничего не получится. А, нет, получилось чуть-чуть, да. Чуть-чуть и получилось. Чуть-чуть сделали, чуть-чуть и получилось. Кстати, может быть, даже тропинки делать не вот такие, а вот для людей вот из декора, как вариант, кстати. Но вот такие просто симпатичные смотрятся. На них можно представить, как будто делают какие-то доставки там, ну, подвозы делают. Да. Ладно, продолжаем, 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 продолжаем. А мы продолжаем еще смотреть, что там у наших соседей на островах. 556. Да ладно, за два куска? Слушай, ну я готов. Я готов. Забираем у тебя еще чуть-чуть. Дальше, что у тебя тут? Ты все на лошадях возишь? А у нас уже паровозы появились. Забираем за 90. Полностью эту землю. Так, бабуля. За 60 120 заберем. Пойдем посмотрим, что у нас там происходит в новом свете. Я верну то, что мне принадлежит. Говорили, не хватает сотрудников, что ли? Не хватает людей, всего хватает вроде как. Все. А, кстати, слушай. Покажи, 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 покажи. Где-то там гений. Надеюсь, хоть зеленый, ты смотри. Забираем, конечно же. Мы не против абсолютно. Давай посмотрим, кто у нас там вообще за специалист. Точнее, что за специалист. Вот он у нас, да? Замена компонентов с профсоюз. Ремесла. В производстве песок, а не стекло. Ясно. Так, дальше. Мы вот что... Какой? Бля, а что здесь линкор он делает? Ну-ка, где наш товарищ? Нашу что-то и не видно. А, вот наш наезд. Давай-ка его отправим. Как-то он странно здесь курсирует. Здесь у нас все есть. Здесь у нас все есть. Ну, тогда мы отсюда с вами уходим. Погнали вот куда. У нас здесь экспедиция с вами висит. Это мы до сих пор и не можем пройти. Ледяная бездна. Ваши моряки провалились в трещину. Идти через горный перевал было рискованно. И теперь ваши люди расплачиваются за то, что решили попытать удачу. Каменисту тропу сменяют смёрзшийся снег. И вскоре путники выходят к леднику. От которого веют холодом и угрозой. Ночь опускается куда быстрее, чем они ожидали. И самые неосторожные быстро узнают на опыте, каким хрупким может быть лёд. У нас с вами успех 60% здесь, поэтому выбираю найти другое место для спуска в трещину. Путь найден. Ваши люди идут вдоль ледника, определяя его контуры по неровностям на снегу. Некоторое время спустя они находят крутой спуск, скрытый за тонкой коркой льда. Этим путём можно спуститься на дно трещины. Там видны лежащие на снегу раненые моряки. И снизу раздаются их приглушённые стенания. Ну, у нас вариантов немного поднять раненых по склону. Сработало. Но какой ценой? Раненых не несут, а скорее тащат по снегу. Спасателям не хватает ни сил, ни сообразительности, чтобы обходиться с ранеными с должной осторожностью. Подняв последнего человека по склону, моряки слышат отвратительный звук. Часть этого беднеги отделилась от своего владельца и осталась в тоннеле. Бросив тело, упавшие духом моряки спешат вернуться на свой корабль. Так, отправляемся дальше искать наших с вами редких животных. Да, хорошо. Хорошо, что напали. Давай-ка мы сделаем, наверное, ещё фрегат. Сколько нам не хватает? А, тут три пушки, но я думаю, сейчас они их доделают. И всё будет отлично. Слушай, а что у нас вообще здесь производство с нашим поездом? Мы так его все хотели, мы так его все ждали, а в итоге... А он катается, просто с одним баллончиком едет, с одним баком, да, с одной цистерной. Но главное производство. А, так он и не один, ты смотри, мы с Тамарой ходим парой, их двое. Блин, круто. Только единственное, смотри, у нас здесь ещё есть одно место по добыче нефти. Его можно поставить вот здесь где-нибудь, да? А стоит ли она того? Интересно, а смогут ли они соединиться вместе? Это много вопросов, мало ответов, да? А мы сделаем иначе, а мы проверим. А что нам стоит это всё дело проверить, правильно, парни? Надеюсь, правок не очень много. Это мы сделаем вот отсюда, наверное, пока временно. Уберём чуть-чуть, даже вот так. Здесь мы поставим сейчас ещё один завод. Минус 250 и 100 молотков, да? Нормально. Поставим вот так. А, слушай, так он сквозным может быть. Он может быть сквозным. Слушай, так это вообще всё меняет. Мы ставим его вот здесь, вот такой стороной только. Он не касается домов, он не касается дворов, вообще ничего. Выбираем станцию. Ставим сюда ещё одну. Правильно? Далее. Конечно, обидно, что сейчас ресурсы у меня пропадут. Это я неправильно сделал. Потому что... Но загрязнение необходимое излучение. Да, потому что у нас вот так получается. Дальше мы выбираем дорогу. Её прокладываем досюда. Она необходима. Необходи нам однозначно. Вот так вот сюда. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Где у нас находятся инженеры? Вот они у нас. Слушай, давай-ка дорогу, наверное, вынесу вот сюда. Вот. Так будет удобнее и практичнее. Проход досюда идёт. А отсюда мы продолжаем вот так вот. Так, вот отсюда получается. Правильно? Во! Да ты смотри, что творится. А? Вот это круто. Это реально круто. Нам здесь дорога-то, в принципе, сам по себе не нужна. Я имею в виду какая-то мажористая там, да, из асфальта, из кирпичей. Поэтому будет у нас стоять обычная. Здесь никто ничего не возит. Всё остальное у нас предпочитает с помощью поездов. Только интересно. Он, получается, добирается досюда здесь. Забирает продукцию и здесь. А сколько он всего за собой утащит? Вот это интересно. Но только у нас, по-моему, не только здесь. У нас где-то ещё были пятна, да? А, только здесь. 4 пятна. Всё правильно. Блин, поезда круто. Вот я думаю, любой парень меня, любой мужчина меня поймёт. Наблюдать за поездами, железной дорогой, это действительно очень круто. Надо ещё одну станцию здесь доделать. Во! Вот так будет круто. Вот так будет реально круто. Здесь, наверное, даже есть смысл вот это всё убрать. Вдоль дороги. Ой. А, не, нормально всё. Сейчас мы дальше пойдём с вами строить. Это мы убираем. Здесь траву оставляем. И здесь делаем просто обычное засеивание деревьев. Вот так вот. Во! Вот так круто. Всё. Очень жалко, что здесь нету пока поезда у нас, которые возят людей. Но он рано или поздно у нас с вами появится. Давайте посмотрим, где поезд, который у нас проходит через... Через эти две станции. Он вообще тут есть или нет? Отлично. У нас тут он есть. Он забирает одну станцию. Сколько здесь у нас находится? 295. А, смотри, он у нас нифига не остановился. А, всё, я понял, как это выглядит. То есть отсюда свой поезд выходит, а оттуда свой, отдельный поезд. Понятно. Они, получается, недособирают. Я думал, он просто... Я думал, он будет просто получать дополнительные цистерны, но нет. Хотя, стоп, я не туда посмотрел. У него... Это у нас на складе 358 единиц. А в нём находится 8. Он просто проехал, его обнулил и поехал дальше. Всё понятно. Так, что у нас там с юстицией? Давай проверим, давай посмотрим. Он у нас готов вообще, нет? Да, готово. Построили всё-таки. Мы вообще-то уже построили чертовски красивое здание. Вот вообще. И, кстати, очень классно здесь смотрится. Я даже знаю, что здесь можно сделать. Я думаю, вы тоже знаете, поэтому даже озвучивать нет смысла. А пойдём посмотрим, что у нас случилось в экспедиции. Кто-то опустошил сундуки на корабле. Ваш казначей говорит, что подозревал новобранцев с самого начала. Едва корабль входит в порт, и моряки могут найти... А, точнее, и моряки могут сойти на берег, чтобы отдохнуть, как трое новобранцев смешиваются с местными и исчезают с жалованием ваших матросов. Ограбление было тщательно подготовлено. Вас ограбили профессионалы. Понятно. Так, шанс успеха у нас здесь... Ну, давай, 2% хоть что-то. Вы легко находите их след. Следы главаря воров очень примечательные. Он сильно хромает. Свет заходящего солнца освещает дорогу вашей команде. Следы воров ведут за город к реке и исчезают в воде. На другом берегу виднеются лишь высокие холмы. Попытаться перейти реку вброд. Переход найден. Ваша команда с легкостью находит неглубокий участок реки и сразу же переходит на другую сторону. Там вы обнаружите большое нетронутое поле, где пасутся лошади. Во время недолгого разговора с фермером выясняется, что воры прошли эту дорогу и украли несколько лошадей. Дороги впереди нет. Пешком не пройти. Вашей команде нужны лошади. Попытаться поймать диких лошадей. 2% шанс. Ваши моряки не в состоянии поймать диких лошадей. Поиски диких лошадей оканчиваются неудачей. Ваша команда идет по следу, но вместо стада находят захудалый городишко из деревянных построек. Несколько домов и один салон. Скоро наступит ночь, и продолжать погоню за ворами становится бессмысленно. А огни города так ярко выделяются среди темноты. Попросить местных о помощи. Вину возлагают на вашу команду. Вашему дипломату стоило бы прощупать почву и узнать о дезертирах больше. Но вместо этого дипломат задает вопросы в лоб. Беглецы печально известны в этих краях, и местные жители в ужасе, что вы приютили таких негодеев. Факт кражи их вообще мало волнует. Грозного вида стрелки вынуждают ваших людей уйти. Следы обрываются. Ваши моряки не только лишились денег, но и пали духом. Да, вот такая вот ситуевина. Да, согласен, не лучший, абсолютно. Кстати, посмотри, что у нас с вами имеется. Нефтяная электростанция. То есть место, где мы с вами сможем получать энергию. Это, я так полагаю, будет следующий скачок нашего развития. Дальше очки. На очки, кстати, надо очень много всего. И я предлагаю начать потихонечку добывать уже вот эти ресурсы. Тем более они у нас находятся буквально где-то рядышком. А, хотя стоп, у нас не хватает бетона. Надо по 10 единиц, получается, каждого. У нас всего пока 6. Как-то очень медленно производят. Прямо очень медленно. А мы сейчас посмотрим. Ну-ка. Так, у нас 6 единиц здесь имеется. А сколько всего у нас получается цемента? Цемент у нас идет с вами достаточно большой прирост. Давайте-ка, наверное, мы с вами сделаем следующим образом. Поставим еще один завод. 24 балки надо. Нифига себе. Не, ну балок этого очень много. А, кстати, слушай, по поводу балок. Отдельная тема. Балки нам потребуется заново, походу, с вами поставить. Это у нас будет стоить минус 200 молотков и 200 баксов содержания. Ну, деньги нас не интересуют. А вот с людьми мы сейчас что-нибудь придумаем. Мы ее поставим где-нибудь вот в этом месте. Вот тут, около железной дороги. Правильно? Да. И сделаем здесь как раз дополнительный для них выход. Вот таким вот образом это будет выглядеть у нас. По-моему, отлично, да? Ну и, конечно же, кисточка. Куда без нее? Во. У нас с вами здесь стоят два склада. Нам не хватает, опять же, балок. Они сейчас будут фармиться чуть побыстрее. Хотя до этого времени нам хватало с вами, в принципе, и одного производства. А поезда вон по чуть-чуть, но гоняют, кстати. Ну, вот у него чуть больше состава. Ну, вот у него вообще один только. Ладно. С этим мы разобрались. Погнали дальше смотреть. Нам потребуется еще разочек. Сколько там? 24, да? 24 единицы. А здесь у нас десятка. Ну, десятки у нас пока еще нет. Но будем надеяться. Хотя мы можем не надеяться. Мы просто можем взять и ускорить время. У нас тем временем стоят здесь корабли. И вообще никого не пропускают. Хоть бы хрен. Фиг кто проскочит. Было бы классно, если... Слушай, интересно. А нефть корабли могут возить? Чисто теоретически. Хотя, я думаю, они могут возить ее. Кстати, я вот еще решил кое-что доставить здесь, пока не забыл. Это по поводу добавления производства наших железных слитков. У них как раз производство стоит в 30 секунд. А так у нас с вами больше не будет никаких просадок. Ну-ка, что там в экспедиции у нас случилось? Неведомые берега. Мятеж. Небо ясное, море спокойное, а на вашем корабле назревает мятеж. Напряженная обстановка, скудный рацион, постоянное ощущение опасности и гнетущая неизвестность. Поводом может послужить любая малость. Однажды команда отказывается подчиняться старшему помощнику, и матросы, привлеченные харизматичным капелланом, переходят на его сторону. Дипломатия, а здесь у нас армия. М-м-м-м-м-м-м-м-м. Ну-ка, так вот так сделаем. Двое мужчин достигли договоренности. Капеллан выдвигает разумные требования, помощник капитана, логичные доводы против. Оба соглашаются на пересмотр прав и улучшенный рацион для всех членов команды. Расходятся полностью удовлетворенные переговорами. Каждый сумел добиться своего. Кстати, мы такое с вами уже читали. Не худший манификс. Давай, забираем. О, у нас, кстати, десятка упала. Десять блоков. Давай-ка мы тогда поставим сразу же на добычу. На добычу. А у нас медный рудник где вообще находится? У нас он где-то вот тут был, да? Сейчас мы на него жманькинем. А, вот он у нас. Построит шахту. Слушай, ну, очень похоже на железный рудник. Кстати, у них, ну, примерно одно направление, только отличается там верхняя погрузочная, да? Станция. Так, где у нас дорожка? Дорожка у нас вот здесь. Сейчас мы тебе это все соединим. Наверное, соединим обычной вот так вот дорогой. Хотя. Да хотя, да, почему нет? Оставим так. А вот цинк мы с вами сейчас не сможем добыть. Опять не хватает чуть-чуть нашего с вами цемента. Но зато хватает на цементный завод, да? На бетонный. Мы его как раз тогда разместим там, где ему самое место. Недалеко от места добычи. Мы его поставим как? А вот так. А нет, стоп, ади, у тебя вход-то вообще, друг. А, у тебя вход тут здесь, да? Значит, здесь тебя и ставим. И вот вам здесь небольшой такой... А, кстати, мы вот так вам сделаем. Вот вам два маленьких парка для отдыха. И, конечно же, дорожка для прохода. Во, отлично. А, слушай, еще она еще не хватает. Быстренько добавим вот этих деревьев. Вот тут и вот тут. Во, шикардос. Слушай, а погнали-ка посмотрим, что у нас с тобой. Так, у нас готово что-то? А, у нас здесь уже послание бутылки. Так, потерпевшие кровли крушения вызывают о помощи. Мы, кстати, это уже слышали, читали такие новости. Ну, давайте выбираем найти на острове. Так, дальше попытаемся дойти ближе к островам 60%. Да мы их читали, это одни в один вообще задание. Я думал, здесь каждая экспедиция, это свой текст, а оказывается, нет. Тут, ну, может быть, штук пять-шесть разных вариаций, и вот они как-то между собой крутятся. Давай забираем тебя, друг. И продолжаем плавание. Бабка все пытается подойти к нам со своими двумя линкорами оставшими, да, и не получается. Может, пойдем ее размотаем нахрен, а? Где там наши пацаны все? Вот они у нас, да? Да пойдем. Почему нет, в принципе? О, здесь сопротивление-то, смотри. Мама, не горюй. Но мы сейчас должны его быстренько умотать. Так, минус первый, дальше. Второго долбим. Ну, там не жилец, сразу понятно. И так, давай-давай-давай-давай, дожимайте, дожимайте, молодцы. Так, один там у нас еле уходит. Давай посмотрим, что у нас здесь у них в Тюреме было. Так, не-не, по одному не суетесь. Вот, пацаны, ну вот что, я понимаю, у меня храбрый отряд, но не настолько же, а? Храбрый, ну не безумный же. А во втором у нас был шприц какой-то, да? Персональный причем. Ну, спасибо и на этом. Так, выделяем их, погнали дальше. Где там у нее есть еще страва? Вот у нее, сюда идем. Мечта любого капитана. Подожди. Ну, это будет недолгая битва. Это достаточно быстро, сейчас все вынесут. А там где-то у них еще линкор гуляет, да? Вот. А, смотри, моему другу это нравится, да? Бабусь эту я выношу, походу она бы тоже задолбала уже. Поверю, это не тень. Так, дальше. Следующий остров давай долбим. Пару кораблей еще, походу, просрю. Блин, наяривай-то. Плохая позиция была, очень плохая. Два корабля быстренько минус на нем. Чтобы он не плавал здесь. Ну. Да, это слив. Это ГГ. Уходим. Это ГГ. Мы ее слегка подрюкали. И она, в принципе, я думаю, успокоится. Ну, у нас сейчас минут два корабля еще будет. По-любому. Мы могли дожать, но нет смысла, наверное. Наверное, да, смысла нет. Они у нас хотя бы в деф встанут. Вот сюда. А, вы, кстати, пока можете подплыть. И подремонтироваться. Это у нас кто приехал? А это у нас экспедиция вернулась. Морской дьявол, ты смотри, песец. Песец какой песец, да? И южная чайка оставляем. Революция, пускай она стоит, отдыхает. А вот здесь у нас в цирк. Ой, в цирк, господи, этот зоопарк. Мы загрузим наше новое животное. Только какое? Наверное, Е вот этого. Сейчас посмотрим. Где они у нас находятся? Вот они у нас. Блин, круто. Реально очень круто. Все. С этим мы разобрались. У нас что-то происходит здесь с вами. С домами. Такое ощущение, что где-то был либо пожар, либо обрушение какое-то непонятное. А, пожар у нас. Вот понятно, я думаю, что у нас случилось с жителями. А у нас пожар здесь. Давай-ка мы тогда ускорим их. А, задействие не получится, да? Что у нас? У нас недостаточный уровень населения. Возобновите атаку. Ну ладно, у нас сами по себе потушат они без проблем. Погнали тогда в новый свет. Слушай, подожди, а почему у нас бетон не производится? Ни один. Формула не завершена. А, у нас сталь уходит на производство баллов в большом количестве. Она их прямо поглощает, да? Нам надо больше производства вот этого. А сколько там молотков у нас? Два молотка, да? Ну добавить еще, наверное, можно одно вот здесь где-нибудь поставить? А, у нас здесь всегда есть пространство, да? Для добычи. А мы тогда вот здесь ее поставим. И здесь дорогу вытянем как раз. У нас там вообще железа много? Нет именно самого железа? Дофигища. Пускай плавится. Мама, не горей. Во, начали пропадать. Отлично. Кстати, пока у нас еще денежки есть. Нет, неинтересно. Ну я не хочу где-то твои здания выполнять. Ну ничего, я думаю, ты это переживешь. И я тоже, уж тем более. Давай-ка мы выкупим вот эту территорию. О, боже, меня это вообще не парит. Абсолютно. Так, это мы тоже берем. И у бабуси. Там у нее есть что-то веселого вообще-то, нет? Ну давай заберем. Вот это последний кусочек у нее. У сача, что у нашего. Тоже чуть-чуть забираем. Во, отлично. У нас уже 5600. Хорошо идет. Хороший прирост. А здесь все-таки надо решиться и как-то на 900 тысяч просто взять и вбухать в нее разочком. Все, у нас пожары все потушены. Почти что, да? Ну сейчас они тогда здесь сюда делают. И отправляемся уже с вами в новый свет. Я бы нашим спасателям, на самом деле, премию какую-нибудь выписал. Жалко, здесь нет такого инейса поднять уровень зарплаты. Как в Тропика, предположим. Ну вот, отлично у нас здесь все. Все, погнали в новый свет. Где наш новый свет? Наш новый свет вот здесь где-то. Так, выберите в новом свете торговый пост. А вот тут у нас где-то, да? Что-то я нахожусь около Просперити. Никак не могу понять, как мне надо выберить торговый пост. Ну, торговый пост средний. И что мне надо с ним сделать? Непонятно у меня это задание. Выберите в новом свете торговый пост. Ну-ка, поскольку вам удалось урегулировать потенциальный категорический спор касательно Просперити, королева решила доверить вам остров Изабелла Серменту, вручает вам ключи от золотых ворот Просперити. Острова, которые... Точнее, Просперити острова, который вызывает у нее только плохие воспоминания. Щелкните цель, чтобы продолжить. Игра сохранена. Непонятно. Выберите торговый пост Просперити. Нам нужно отринуть прошлое и идти в будущее. Ну, это он? Это он же. Что-то я уже запутался, если честно, с этим заданием. Оно мне непонятно. Ну и ладно. Тогда как раз-таки на этом моменте, я думаю, мы с вами и остановим наше сегодня приключение. Много сегодня так и сегодня сделали. Ну, а процветание сделаем уже в следующей серии. Если понравилось с вами, значит, что делать. Втыкайте ролику лайк. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всем люблю и пока. Пока. Спасибо. Продолжение следует...